Здравствуйте! В эфире новости на телеканале ВОЧ. В студии для вас работает Тимур Акмаев. О последних событиях в городе в ближайшие минуты. Приятного просмотра! В честь Международного дня шахмата в Красном Уче состоялся турнир по шахматам. Подробности в сюжете. В Краснульском комплексе спортивных сооружений прошел турнир по шахматам. Мероприятие состоялось при поддержке городской администрации. В турнире участвовало около 20 человек от 16 лет и старше. В соревнованиях приняли участие как и юные шахматисты, так и профессионалы этого вида спорта. Правда, я очень рада, что меня позвали сюда и ведущей, и поиграть. Это, конечно, очень завораживающе. Потому что я более-менее умею играть, но это все опыт. Нужно уметь играть, нужно хоть чем-то увлекаться. Я рада, что это все сделали, что сделали это мероприятие. Играю недавно, учусь пока, наставники у меня там есть, пока одну партию выиграл. А сейчас посмотрим дальше, что дальше будет. Шахматы уже, так сказать, упадки, но все равно играть играю. Вот люди ходят. Клуб у нас был, но клуба сейчас нету, к сожалению. Шахматы я играю уже давно, еще с 8 лет играю. Играл и в турнирах, и на областных соревнованиях. Организовал соревнования, были у нас соревнования. И среди мастеров, вот, приезжали, грейсмейстера приезжали. В частности, приезжал в город, грейсмейстер Кузьмин Геннадий Павлович. Давал сеансы одновременно. Пилавов приезжал в гости, тоже грейсмейстер. Тоже приезжал к нам, проводил турниры мастеров. В частности, наш шахматист из города Краснолуча. Краснолуча Хацкевич выиграл, выиграл в нем. Это было в 18-м году. Где собирались шахматисты из других городов, из других стран. В частности, здесь в Белоруссии приезжали, в Калмыкии люди приезжали, играли. Турниры были. Вот так вот. Ну, сейчас, конечно, упадок. Дай бог, чтобы сейчас Роман, который взялся за шахматы, дай бог, чтобы у него все получилось. И эти шахматы в нашем городе не затихли. Шахматы – это интеллектуальная игра, которая развивает мышление человека. Городская администрация это понимает и пытается возродить потерянный интерес к этому виду спорта. Шахматы – это интеллектуальная игра, которая развивает мышление человека. Сегодня в комплексе спортивных сооружений организован турнир по шахматам, посвященный Международному дню шахмат. В турнире принимают участие шахматисты города Красный Луч и молодежь. Турнир начался с жеребьевки участников. Играть будут по швейцарской системе. Лучшие победители будут награждены ценными призами и грамотами администрации города Красный Луч, подписанной Рыбальченко Сергеем Анатольевичем. Турнир проводится с целью привлечения игры в шахматы, молодежи, а также всего населения города Красный Луч. Победители турнира наградили почетными грамотами, призами и подарочными сертификатами. Для некоторых людей шахматы – это целая жизнь. И красноучи не рады, что этот вид спорта снова возвращается в город. Новости телеканала «Луч». За личный вклад в реализацию молодежной политики и активное участие в общественной жизни города представитель Молодежного совета Красного Луча Диана Закревская направлена на участие в 10-м юбилейном молодежном форуме Приволжского федерального округа ИВОЛГА-2022. Об этом сообщает сайт администрации. Форум будет проходить в Самаре с 21 по 29 июля в фестивальном парке Мострюковских озер. Организаторы – правительство Самарской области под патронажем полномоченного представителя президента России в Приволжском федеральном округе и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Медики из Республики Башкортостан за два месяца обследовали более 30 тысяч жителей города. Об этом сообщил медиахоудинг «Лугань-Медиа». Башкирские врачи осматривают всех желающих красноучан с середины мая. За все время российские специалисты обследовали более 16 тысяч взрослого населения и более 15 тысяч детского. В Красном Луче уже прибыла третья группа медиков из Башкортостана. Врачи проводят прием в Центральной городской многопрофильной больнице. Профилактическая вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 возобновилась в Республике. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко. Как сообщает глава Минздрава, показанием для проведения вакцинации является профилактика новой коронавирусной инфекции у взрослых старше 18 лет препаратом ГАМ-КОВИД-ВАК. Перечень адресов пункта вакцинации размещен на официальном сайте Минздрава и в его группе в социальной сети ВКонтакте. 19 июля автомобили очередного конвоя МЧС России прибыли в Луганск с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Об этом информирует сайт ЛИЦ. Нынешний конвой российских спасателей состоял из 20 автомобилей и одной машины сопровождения. Гуманитарная миссия доставила в столицу ЛНР продукты питания, сахар, рыбные и мясные консервы, бутилированную воду и электрооборудование. 21 июля с 13.00 до 16.00 состоится онлайн-консультация по Skype. Начальника отдела выплаты пенсии Государственного учреждения Луганской Народной Республики, Управления пенсионного фонда ЛНР в городе Красном Уче, Борисовы и Натальи Евгеньевны, на тему «Порядок организации выплаты и доставки пенсии и иных пенсионных выплат на территории ЛНР». Адрес Skype – Пенсионный фонд ЛНР «Красный Уч». На этом я с вами прощаюсь. Мирного всем неба, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова